Всем привет! Лето практически закончилось, и наступает время, когда можно попробовать что-то новое. Копнуть, так сказать, вглубь, а не в ширину. При всем великолепии моего велосипеда, давно уже хотелось испытать на деле современные технологии. До топ-модели велопроизводства дотянуться это нереальная задача, из-за цены, которая очень далека от простого народа. Хотя желание провести тест есть, а вот возможности нет. Поэтому расскажу о том, что мне удалось опробовать своими ногами. Катаясь с Ренатом и видя, как он рассекает на своей мериде, был уверен, что его велосипед не дает ему полностью раскрыть весь свой потенциал. Считал, что даже на моем стареньком, но более легком велосипеде, он сможет поехать более шустро. Чтобы подтвердить свое умозаключение, махнулись с Ренатом, почти не глядя, велосипедами. С первых же секунд, несмотря на то, что посадка была неудобной и руль был сильно верткий, я был поражен динамикой движения современного аппарата. Складывалось такое впечатление, что велосипед режет воздух, как масло. Даже когда едешь против ветра, то чувствуется поступательное движение вперед, и будто нет перед тобой стены воздуха. И этот эффект ощущается даже на скорости 15-20 км в час. Сказать, что я был поражен, это ничего не сказать. Я был ошеломлен. Я не являюсь приверженцем выражения, что мериде не катит, так как сам начинал с МТБ мериде. Но тут был больше удивлен тому, что эта современная мериде, пускай и не самая дорогая, катит лучше, чем мой велосипед, который был не самый дешевый по тем временам. После пробы велосипеда Рената прошло какое-то время. И я решил, что на фоне усталости после тренировки, мне могло причудиться, показаться, что мериде так хороша. Поэтому вместе с Ренатом выделили отдельный день и провели еще одну пробу пера. И вновь, с первых оборотов педалей, у меня эффект вау повторился. Я не мог себе объяснить, как это возможно. Вроде и вес на 1 кг больше, и цена меньше той, какая у меня была в 2010-м. Но мериде катит. И катит так, что производит сильное впечатление. Даже опустив седло на мериде на 2 см, под мои параметры, и сев более высоко, велосипед Рената сохранил те качества, что меня так впечатлили. Помимо всего прочего, ощутил, что мериде жестче моего гурчуоти. При нажатии на педаль, кареточный узел мериды передает всю энергию в скорость. А вот когда крутишь на моем велосипеде, то такой жесткости я не чувствую. Даже наоборот, ощущаю какую-то мягкость. С одной стороны, это вроде хорошо, так как все неровности дорожного покрытия не вколачиваются мне в позвоночник, а частично гасятся. Но с другой стороны, на хорошей дороге, это играет в минус, так как часть энергии уходит в пустоту. Кстати, возвращаясь в 2010 год, аналогичный эффект я ощущал, когда пересел с МТБшной мериды на МТБшный топовый скот. Тогда МТБ мериды была плюшевая по сравнению с МТБ скот. И первые дни у меня спина просила о пощаде, когда я проезжал очередной битый участок, или не очень качественный кусок дорожного полотна. Возвращаемся назад в наши дни. Так вот, что я хочу сказать. Если даже не самая дорогая шоссейная мериды так катит, то что тогда думать о моделях, которые выше по уровню, вплоть до топовых. Конечно, полноценных тестов скорости мы не делали, и возможно на дистанции разделки все будет не так хорошо, но что-то мне подсказывает, наверное, опыт, что разница, если и будет не в пользу мериды, то только в крутую гору, из-за большего на 1 кг веса. Но надо также отдавать себе отчеты в том, что цена за эту мериду ниже, чем у моего велосипеда, собранного 10 лет назад. Особенно с учетом курса доллара тогда и сейчас. Помимо пробы мериды, поэкспериментировал и с посадкой на своем велосипеде. Установил вынос 110 мм с углом минус 35 градусов. Но на следующий день вернул обратно вынос 130 мм с углом минус 17 градусов. А все потому, что с более длинным выносом велосипед ведет себя стабильнее. Нет этой вертлявости руля, и я могу спокойно контролировать вел одной рукой. И прохождение поворотов с разворотами не рубленное, а плавное. Также плюс от 130 мм выноса для меня в том, что посадка более вытянутая, и мне удобнее держаться за верх руля и за баран. Есть возможность даже локти согнуть, без ущерба педалированию и выдаваемой мощности. Попробовал с выносом 110 мм и углом минус 35 градусов скорректировать посадку за счет сдвига седла назад, на эти 2 см. Но тогда выходило, что колено в верхней точке находится за воображаемой осью каретки. И педалером получается выпрямление ноги вперед, а не под себя, как с выносом 130 мм. Такой вариант крутки мне тоже не понравился, и поэтому вернул седло в исходное положение. Все произведенные изменения на моем велосипеде дал также опробовать и Ренату. Единственное, что постоянно приходилось делать, когда менялись велосипедами, то опускать седло на 2 см для меня и поднимать на 2 см седло для Рената. Так как у Рената НСИМ 80 см, а у меня 78 см. Вот в принципе и все, чем хотел поделиться с вами. Если что-то упустил в своем рассказе или что-то объяснил нечетко, то задавайте свои вопросы под видео. Отвечу по мере возможности. На этом у меня все. Всем удачи и хорошего настроения. Вы замечательно идете. Дай Бог каждому так ходить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин